Беседа 40, Матфея 12, 9. И отошед оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Опять Христос в субботу исцеляет, и тем оправдывает поступки учеников своих. Другие евангелисты говорят, что он вызвал человека на средину и вопрошал иудеев, можно ли в субботу делать добро. Заметь милосердие Господа. Он вызвал человека на средину, чтобы смягчить их видом его, чтобы они, тронувшись этим зрелищем, оставили злобу свою и, усыдившись человека, перестали свирепствовать. Но неукротимые и бесчеловечные лучше хотят помрачить славу Христову, нежели видеть больного исцеленным, сугубо показывать злобу свою, то есть враждою и сопротивлением Христу, и таким упорством против Него, что хурили даже Его благодеяния, оказываемые другим. Другие евангелисты говорят, что Христос сам вопросил, а Матфей говорит, что Его вопрошали. Вероятно, и то, и другое было. Иудеи, будучи нечестивы и знают, что Он непременно приступит к исцелению, спешили предупредить Его вопросом, надеясь тем воспрепятствовать Ему. Поэтому и вопрошает, можно ли в субботу исцелять с намерением не научиться от Него, но обвинить Его. Хотя довольно было самого дела для обвинения, но они старались уловить Его и в словах, чтобы иметь больше предлогов к обвинению. Но человеколюбец и исцеление совершает, и ответствует, научая нас скромности и кротости, и обращает все против них, показывая их бесчеловечия. Он вызывает человека на середину не потому, чтобы их боялся, но желая принести пользу и расположить к состраданию. А когда и этим не мог смягчить их, тогда опечалился, говорит евангелист, и разгневался на них за ожесточение сердца их Марка 3.5, и сказал, «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро?» Повразумляет их этим примером, чтобы они оставили свое бесстыдство и не обвиняли его опять в преступлении. Но смотри, как различной, пристойной везде Христос защищает нарушение субботы. Когда он сделал брение для слепого, то он не защищался перед ними, хотя и тогда обвиняли его, потому что самый образ чудотворения достаточно показывал в нем владыку закона. Когда же обвиняли его за исцеление расслабленного, понесшего одар, то он оправдывается и как Бог, и как человек. Оправдывается, как человек, когда говорит, что человек принимает все обрезание в субботу, и однако не нарушается закон, чтобы не был нарушен. Не сказал, да получит пользу человек, но для чего? На меня гневайтесь, если я исцелил всего человека. Оправдывается, как Бог, говоря, «Отец мой да ныне делает, и я делаю». Будучи же обвиняем за учеников, отвечает, «Не читали ли вы, что сделал Давид, когда залкал сам и бывшее с ним, как вошел он в храм Божий и взял хлебы в предложение?» И представляет пример священников. Так и здесь говорит, «Можно ли делать добро в субботу или злое делать?» Он знал, что они больше коростолюбивы, нежели человеколюбивы. А другой евангелист говорит, что Христос, предлагая этот вопрос, взглянул на них, чтобы и самым взором смягчить их. Но и от этого они не сделали с лучшими. Здесь он совершает чудо одним словом, а во многих других случаях исцеляет и возложением рук. Впрочем, ни то, ни другое не сделало их кроткими. Но тогда, как человек получал здравие, они от исцеления его делались только худшими. Он прежде Сухорукова хотел уврачевать их и употребил бесчисленные средства врачевания, и прежние дела, и слова. Но так как болезнь их была неизлечима, то он приступил к самому делу. Тогда говорит человеку тому, «Протяни руку твою!» Как погубить его? Как погубить его? Но Иисус, узнав, удалился оттуда. Не будучи ничем обижены, они хотели убить его. Вот какое зло-зависть! Не только против чужих, но и против своих всегда враждует. Марк говорит, что они умыслили его это середянами. Что же делает тихий и кроткий Иисус? Узнавши об этом, он удаляется. Иисус же, уразумев о том, удалился оттуда. Итак, где говорящий, что надежало быть знамением? Он показал через это, что ожесточенный человек не убеждается и знамениями, а вместе дал разуметь, что напрасно обвиняли учеников его. Но достойно замечания то, что иудеи особенно ожесточались благодеяниями, оказываемыми ближнему, и боль обвиняли Христа и разъярялись против Него, когда видели кого-либо избавленным от болезни или от греха. Так они клеветали на Него, когда Он хотел спасти блудницу, когда ел с мытарями, и в настоящем так же случае, когда увидели исцеленную руку. Но смотри, как Он и не перестает пищить о немощных, и вместе укращает зависть иудеев. И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем. Народ везде удивляется Ему и следует за Ним, а фарисеи не оставляют своей злобы. Потом, чтобы ты не изумился, слыша о происшедшем и о чрезвычайном их неистовстве, Евангелист приводит пророка, предсказывавший об этом. Пророки с такой подробностью предсказывали все о Христе, что и этого не опустили, но описали все Его пути и переходы, даже самое намерение, с каким Он делал это, чтобы ты знал, что они все говорили по внушению Духа. Если нельзя знать тайны человеческие, то тем более невозможно было постигнуть цели Христовых без откровений от Духа. Итак, Евангелист присоединяет здесь сказанное пророком. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Се, отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу Дух мой на него и возвестит народам суд. Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, да коли не доставит в суду победы, и на имя его будут уповать народы». Пророк прославляет кротость и незреченное могущество Христова, отверзает великую широкую дверь язычникам, предрекает несчастье, имеющее постигнуть иудеев, и показывает единомыслие Христа с Отцом. Вот говорит «Отрок мой, если Христос избран Богом, то он нарушает закон не как противник или враг законодателю, но как согласно с ним мыслящий и поступающий». Далее, возвещая кротости его, говорит «Не воспрекословит, не возопиет». Христос желал исцелить их больных, но когда они отвергли его, то он и в этом не противодействовал им. Далее, показывая его силу и их слабость, говорит «И трости надломленной не переломит, а Христу легко было сокрушить их всех как трость, и притом уже надломленную, и льна курящегося не угасит». Здесь пророк изображает воспламенившийся гнев иудеев и силу Христову, могущую укротить тот их гнев и весьма легко погасить его. А это показывает великую его кротость. Что же? Всегда так будет? И он до конца будет терпеть злоумышляющих и неистовствующих против него? Нет. Когда он совершит свое дело, тогда и начнет наказывать. Это-то и выражается словами. «Да коли доставит в суду победы, и на имя его народы будут уповать». Подобным образом и Павел говорит, будучи готовы отомстить всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Что же значит слова? «Да коли доставит в суду победы, когда совершит все свои дела, тогда совершит месть, и месть полную, тогда они подвергнутся несчастьям, когда он воздвигнет в блистательный трофей, когда его правда восторжествует над ними и не оставит им даже предлога к бесстыдному противоречию». Писание обыкновенно правду называет судом. «Но дела божественного домостроительства не ограничиваются только наказанием неверных. Напротив, Господь еще привлечет к себе весь мир, почему и присовокупленно, и на имя его будут уповать народы». «Но чтобы ты знал, что и это согласно с волей Отца, пророк в самом начале, и это вместе с предыдущим, подтвердил словами, «Возлюбленный мой, которому благоволит душа моя». Возлюбленный, очевидно, делает и это по воле возлюбившего. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, Таша слепой и немой, стал и говорить, и видеть». 431. «О, злость дьявольская! Заградила оба входа, через которые этот человек мог получить веру, зрение и слух. Но Христос отверз тот и другой». И делился весь народ и говорил, «Не сей ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышавши сие, сказали, «Он изгоняет бесов не иначе, как силы Вильзеула, князя Бесовского». Казалось бы, что важного сказал народ? Однако фарисеи того не перенесли. Так они, как заметил я выше, всегда мучатся благодеяниями, оказанными ближним, и ничто их так не огорчает, как спасение людей. Хотя Христос удалился и дал успокоиться их гневу, но зло опять воспламенилось, как скоро новое оказано благодеяние, и фарисеи досадовали боли дьявола. Тот вышел из тела, пошел и убежал, ничего не говоря, а они то покушаются умертвить его, то стараются оклеветать, когда не удалось им сделать первого, то хотят помрачить его славу. Такова-то зависть. Нет зла хуже ее. Блудник, например, по крайней мере, получает некоторое удовольствие и в короткое время совершает свой грех. А завистливый мучает и терзает себя, прежде того, кому завидует, и никогда не оставляет своего греха, но всегда остается в нем. Свинья любит валяться в грязи. Демоны вредить нам. Так и завистливый радуется несчастью ближнего. Когда случится с ближним что-либо неприятное, тогда он покоен и весел, почитая чужие несчастья своим счастьем, а благополучие других своим злополучием и ищет не того, что ему могло бы быть приятно, но того, что ближнего может опечалить. Такие люди недостойны ли того, чтобы побить их камнями и замучить, как бешеных собак, как злых демонов, как самых фурий, как жуки питаются навозом, так и они, будучи некоторым образом общими врагами и противниками природы, находят для себя пищу в несчастьях других. Другие жалеют и бессловесные животные, когда его убивают. А ты неистуствуешь, дрожишь и бледнеешь в виде человека благополучным. Может ли быть, что хуже такого бешенства? Вот почему блудники и мытари могли войти в царствие Божие, а завистники, находившиеся внутри его, выгнаны, по словам Спасителя, а сыны царствия будут изгнаны вон. Первые, освободившись от своих пороков, получили то, чего никогда и не ожидали. Последние лишились и тех благ, какие имели. Да и совершенно справедливо. Зависть превращает человека в дьявола и делает его лютым демоном. От нее произошло первое убийство. От нее презрена природа. От нее осквернена земля. От нее впоследствии развершившиеся землей поглощены живые Дафан, Корей и Аверон. И погиб весь тот народ. Но может быть, кто-нибудь скажет, порицать зависть легко, а надо бы позаботиться о том, как избавиться от этой болезни. Как же можем мы освободиться от этого порока? Когда помыслим, что входим в церковь, не позволено как блуднику входить, так и завистнику, и при том гораздо более последнему, нежели первому. А ныне зависть не считают и пороком. Почему и не заботиться избавиться от нее? Но если откроется, что она зло, то легко оставим ее. И так плачь и стенай, рыдай и моли Бога, научись относиться к ней, как к тяжкому греху, и каяться в нем. Если так поступишь, то вскоре исцелишься от этого недуга. Но кто ж не знает, скажет, что зависть есть порок. Правда, всякий знает это. Но не всякий страсть эту ставит наряду с блудом и прелюбодеянием. Осуждал ли кто себя когда-нибудь за то, что предался жестокой зависти? Умолял ли когда Бога, чтобы помиловал его за этот недуг? Никто никогда. Напротив, обладаемый гнуснейшей из всех страстью, если постился и дал нищему мелкую монету, то думает, что он ничего худого не сделал. Хотя бы тысячекратно завидовал. Отчего сделался таким преступником Каин? Отчего Исаф? Отчего дети Лавановы? Отчего сыны Якова? Отчего Корейдафан и Аверон? С соумышленниками. Отчего Мариам? Отчего Аарон? Отчего сам дьявол? 432. Вместе с тем, представь и то, что ты не тому наносишь вред, кому завидуешь, а поражаешь мечом себя самого. В самом деле, какое зло причинил Авелю Каин? Ему против воли ускорил ход царствия, а себя подверг бесчисленным бедствием. Какой вред нанес Иакову Исаф? Тот не обогатился ли и не наслаждался ли бесчисленными благами? А этот, после злоумышления своего, не принужден ли был выйти из дома родительского из Китая в стране чужой? Что худого сделали Иосифу сыновья Яковлевы, хотя едва не пролили крови? Не претерпели ли они голода и не были в крайнем бедствии, тогда как тот сделался царем всего Египта? Чем больше завидуешь, тем больше блага доставляешь тому, кому завидуешь. Бог за всем смотрит, и когда видит обиженным, не обижающего, то его еще боли возвышает и прославляет, а тебя наказывает. Если он не оставляет без наказания тех, которые радуются несчастью своих врагов, как-то сказано, не радуйся падению врагов твоих, ибо ненавидит Господь, и неугодно ему это будет, когда увидит притча 24.17, то тем более не оставит без наказания завидующих, не причинившим им никакого вреда. Итак, отсечем от себя зверя многоглавого. Много ведь видов зависти. Если любящий, любящий его не имеет никакого преимущества перед мытарем, то где станет ненавидящий ничем не обидевший, как избежим гиенны, сделавшись хуже язычников, жестоко болезны и о том, что мы обязаны подражать ангелам и даже владыке ангелов. Ревнуем дьяволу. Много зависти есть ведь и в церкви, и более в нас, нежели в управляемых нами. Почему и мы сами имеем нужду в увещании? За что, скажи мне, завидуешь ты ближнему? За то ли, что его уважают и хорошо говорят об нем? Но ты не представляешь себе, сколько зла приносят почести беспечным. Таких людей они доводят до тщеславия, до гордости, до надменности, до высокоумия, делают нерадивейшими, а сверх этих зол еще и скоро они увядают. И что всего хуже, происходящее от них зло навсегда остается, а удовольствие лишь только появится, как и отлетает. Итак, из-за этого ты завидуешь, скажи мне? Но тот, кому ты завидуешь, в большей доверенности у начальника, делает все, что хочет, мстит оскорбляющим его, благодетельствует льстецам и имеет великую силу. Так говорит свойственно людям мирским, прикованным к земле. Духовного человека ничто огорчить не может. Какое в самом деле тот ему сделает зло? Лишит ли его сана? Что же, если справедливо, то еще доставит ему пользу? Ничто ведь так не раздражает Бога, как священнослужение недостойное. И если же несправедливо, то осуждение опять падает не на него, а на самого обидчика. Кто страдает несправедливо и переносит великодушно, тот приобретает через это большее дерзновение у Бога. И так будем заботиться не о том, чтобы достигнуть могущества, почести и власти, но о том, чтобы отличиться добродетелью и любомудрием. Власть побуждает делать многое Богу неугодное, и надо иметь очень мужественную душу, чтобы пользоваться властью как следует. Тот, кто лишен власти, волей или неволей любомудрствует, а обличенный ей терпит то же, что и человек, который, живя с хорошей и красивой девицей, обязался никогда не смотреть на нее с вожделением. Такова власть. Вот почему она даже против воли делает многих обидчиками, у многих возбуждает гнев, снимает узду с языка и отворяет двери уст, как бы ветром раздувая душу и как ладью погружая в самую глубину зол. Итак, что же ты дивишься человеку, находящемуся в такой опасности, и называешь его счастливым? Какое безумие! Кроме того, подумающие о том, сколько врагов, клеветников, сколько ласкателей, как бы держат его в осаде. Такое ли состояние, скажи мне, можно назвать блаженным? И кто назовет? Но такой человек в славе у народа, скажешь ты. Что ж, народ не бог, которому он должен дать отчет. Поэтому, указывая на народ, ты говоришь только о новых отмелях, подводных камнях, скалах и утесах. Уважение народное, чем более оно делает знаменитым, тем с большими соединен опасностями, заботами и печалями. Такой человек, имея столь жестокого господина, совсем не может отдохнуть или приостановиться. Что я говорю, приостановиться или отдохнуть? Такой имеет тысячи заслуг, с трудом входит в царство. Поистине, ничто столько не унижает людей, как слава народная, делаясь их боязливыми, подными, льстецами и лицемерами. Почему, например, фарисеи называли Христа беснующимся? Не потому ли, что желали народной славы? Почему народ произносил правильное об нем мнение? Не потому ли, что он не страдал этой болезнью? Ничто, истинно ничто так не делает людей законопреступными и несмысленными, как желание славы народной. равным образом ничто так и не делает славными и мужественными, как презрение ее. Потому и надо иметь чрезвычайно мужественную душу тому, кто хочет противостать такой буре в силе ветра. Любящий славу, когда он находится в счастливых обстоятельствах, ставит себя превыше всех, а когда в несчастных, то готов сам себя зарыть в землю. Это для него и гиена, и царство, когда он поглощен этой страстью. 434 Итак, скажи мне, достойно ли это зависти? Напротив, не достойно ли рыданий и слез? Это для всякого очевидно. Завидуя имеющему такую славу, ты поступаешь подобно тому, кто, увидев связанного, наказываемого бичами и влекомого бесчисленными зверями, завидует его ранам и язвам. Поистине, сколько людей в народе, столько для честолюбца ус, столько владык, и что всего хуже, каждый из них имеет свое особое мнение и всякий дает о служащем приговор, какой случится, ничего не разбирая. А что вздумает один или двое, то все и утверждают все. Не ужаснее ли это всякого волнения, всякой буря. Ищущий славы, то вдруг от радости поднимается вверх, то снова легко погружается, бывает всегда в тревоге и никогда в покое. Еще не выходя на зрелище и готовясь произвести речь, он беспокоится и трепещет, а после зрелища или умирает от уныния, или опять предается безмерной радости, что хуже самой печали. А что радость не менее пагубна, чем печаль, это очевидно из ее действия на душу. Радость делает душу легкомысленную, надменной и непостоянной. Это можно видеть и на древних мужах, когда, например, Давид был добр, тогда ли, когда радовался или когда был в тесных обстоятельствах? Иудейский народ когда был добродетелен? Тогда ли, когда стенал и призывал Бога или когда в пустыне радовался и поклонялся Тельцу? Потому-то и Соломон, знавший лучше всех, что такое радость и говорит «Лучше ходить в дом плача, нежели в дом смеха». Экклесиас 7.3 «Потому и Христос ублажает скорбящих, говоря, блаженны плачущие, а радующихся почитает несчастными. Горе вам смеющиеся, ибо вас плачете». И весьма справедливо. Во время забав душа бывает слабее и изнеженнее, а во время скорби укрепляется, делается целомудренную, освобождается от всех страстей, становится возвышеннее и мужественнее. И так, зная все это, будем убегать славы народной и удовольствия, происходящие от нее, чтобы достигнуть истинной и вечной славы, которой все мы и досподобимся, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.